Впервые за 20 лет вместе на большую сцену они вышли лишь за час до концерта. Александр Маршал, Николай Носков снова разрывают динамики. 55 лет. Высокие ноты орать очень тяжело. Уже, в общем, не тот, конечно, уже калинкор, но все равно я вспомнил и горло вспомнило, как это все было. Этот саундчек они отыграли так ни разу и не взглянув друг на друга. После распада парка Горького солисты группы перестали общаться. С генеральной репетицией Носков, как и в начале 90-х, уйдет первым. На сцене он появится лишь в самом конце программы. А оставшийся в лучах софитов Маршал снова скажет, в их коллективе все хорошо. Да никто никуда не уходил. Мы просто вовремя остановились и решили, что парк Горького свою миссию выполнил в свое время. Их возвращение уже назвали триумфальным. Собравшись тем самым первым составом, музыканты отмечают 25-летие группы. Гитары в форме балалайк и символика СССР. Точно так же, как во время их первого концерта в Союзе и первых гастролей в Америке. Помню, как мы ехали из аэропорта Кеннеди, впервые прилетев в Нью-Йорк. И справа Манхэттен ночной. Две эти башни-близнецы. И только в тени кулис музыканты признаются, почему прервалось их победное шествие по Соединенным Штатам и что на самом деле стало причиной распада группы. Мы создали свою рекорд-компанию, а партнеры нас подвели. И вот тот третий выстрел, который должен был быть, первый был первый альбом, потом был Москокольный. А вот этот третий выстрел, его, можно сказать, из-за того, что нас подвели, слили. Сегодня, собравшись вместе, золотой состав группы подумывает о новых концертах. Не исключено, что уже скоро парк Горького может отправиться в гастрольный тур. Редактор субтитров А.Семкин